«Мир Божий всем, дорогая церковь, мир Божий всем, любящим Бога». Помните, у Павла реплика такая есть, в обратном порядке. Он говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафему, да будет отлучен. И мы всегда стремимся к тем, кто любит Бога. Мы удаляемся от тех людей, которые его не любят. Сегодня нас соединяет эта любовь к Господу. И я хочу сказать обращение на тему, она непосредственно связана с Божьей любовью к Его Церкви. Тема называется «Церковь под куполом молитвы». Это тема защиты детей Божьих, тема безопасности детей Божьих. Купол и представляет себя специальное сооружение для защиты. Шатер бедуина в форме купола. Смотрите, какая простота и какое действие. Незамысловатое сооружение, несколько жердей, на них наброшены шкуры в определенном порядке. И человек ставит внутри очаг. Это становится домом под куполом. Солнце не палит. Дождь не заливает. Ветер, опять же, бессилен под простейшим сооружением. Именно такое качество имеют наши с вами молитвы, сооружая купол защиты. Даже в средствах противовоздушной защиты есть такое понятие, как купол защитный над городами или над целыми странами. О молитве. Наши друзья лет 20 тому назад переехали на постоянное жительство в Израиль. И первая проблема, с которой они столкнулись, это были ракетные обстрелы. Вы знаете, как истинные харизматы, люди молитвы. Знаете, насколько важно быть буквально больным молитвой. Ничего без молитвы. По поводу и без повода молитва, молитва и молитва. Начинать все молитвой, заканчивать все молитвой. Продолжение молитвы называется непрестанно молитесь. В данном случае мы идем уже далее Даниила. Ну, Даниил был человек высокого рода. Да, он был начальником над вельможами императора. Конечно, для него было усилием, причем таким великим усилием, чтобы добиться хотя бы три раза в своем расписании утвердить место для молитвы. Мы же стараемся сегодня, ну, все свое сознание наполнять молитвой, находиться в состоянии моления и престана. Так вот, друзья, приехали в Израиль, столкнулись с этой проблемой, ракетные обстрелы и начали молиться. Молятся, а ничего не происходит. И они начинают понимать, что-то не так. Вот что-то идет не так. И Господь Бог их вразумил, и кто-то им подсказал, что они не о том молятся. То есть, первое, с чем бы мы с вами ни столкнулись, должна следовать молитва. То есть, первая реакция, если я не в состоянии справиться. Понимаете, вот человек приехал в другую страну, и он видит такую проблему. Если включать логику, что должен был сделать этот человек? Он должен был поинтересоваться у местных жителей, что это за такая проблема. Решается она или не решается? Какая здесь опасность? И тогда, делая выводы, чаще всего человек делает выводы, нужно из этой страны бежать. Почему? Да потому что, по теории вероятности, рано или поздно эта ракета попадет в его дом. Знаете, такой есть опыт? Опыт с красными и белыми шариками. Ну, например, в какой-то стеклянный куб насыпают тысячу белых шариков, и вовнутрь бросают десять красных. Вот какова вероятность, что запустив руку в середину этого куба, ты достанешь именно красный шар. Люди называют это судьбой, еще чем-либо. Это говорит о том, что рано или поздно ты можешь встретиться с этим красным шаром, и тебе голову стесет эта ракета. И люди светские, понимая эту всю теорию вероятности, они начинают логические мыслить. Понятно, они себя максимально защищают, но верующий человек поступает не так. Верующий человек, ну, даже сталкиваясь с выводами этой самой теории вероятности, когда в блокадном Ленинграде снаряд попадает в единственного слона в этом городе. Понимаете, единственный слон, в него попадает снаряд. Вот вам и теория вероятности. Вот им Господь Бог подсказал, о чем нужно молиться. О чем они молились до этого момента? До этого момента они молитву свою расширили на самый широкий диапазон. Ну, правильно, логика опять же. О чем может молиться человек? Они молятся о том, чтобы война прекратилась, чтобы враг был там побежден, чтобы защита была максимальная, и так далее, и так далее. Молились, молились, враг как был врагом, он так и остался, еще хуже стал. Что они заметили, если до молитвы там падало там две ракеты, потом стало четыре ракеты прилетать. И о чем они стали молиться? Они сузили спектр своей молитвы до уровня бедной вдовы. Бедная вдова по притче Иисуса Христа, она имела нужду свою. Она лично имела нужду. Она пришла в суд и столкнулась с равнодушием судей, столкнулась с несправедливостью и беспределом. Смотрите, что должна была делать эта вдова? По логике, иногда так поступают некоторые люди, она начала бы пытаться влиять на всю судовую систему, на всю систему судопроизводства. Она бы пошла в самые высокие инстанции, да, и сказала так и так, мое дело не рассматривается, там несправедливость, там взятки и так далее. Она так сделала? Нет. Потому что это простая женщина, очень просто мыслит. И в молитвах важно очень просто мыслить. Вот есть ты, и есть твоя молитва, и есть Господь Бог. Поэтому ты молись о себе в данном случае, вот в том Израиле, в который в этот городок залетают ракеты. Они начали благословлять свой дом, благословлять свою семью, благословлять свой двор. Вот в первом, скажем, в первом таком круге молитвенном своем. Что вы думаете? По-моему, в этой ситуации один раз залетела ракета в их двор и не разорвал. То есть молитва действует. С нас иногда как бы подсмеиваются, говорят, что там по руку ваше молитву. Но заметьте, вот когда мы молимся, что-то происходит. Вот они не молятся, и у них ничего не происходит, ни мелкого, ни крупного. То есть они это те люди, которые не верят в молитву, не верят, не прикладывают молитву в свое жизненное расписание навсегда. Вот так. Вот знаете, человек не забывает умыться, почистить зубы. Он не забывает покушать. Он не забывает пойти на работу, а иногда лениться совершить молитву. Но я говорю не просто о молитве, а я говорю о молитве церкви. Это очень важно. Потому что молитва церкви, она полагает на человека особенную печать. Даже для человека, который, ну, на наш взгляд, не имеет никакого шанса в молитве что-то получить. Вот он такой, понимаете, душевный, слабый, сомневающийся. Пришел в собрание, и с ним что-то происходит. Вокруг него что-то происходит. Почему? Потому что молитва церкви ложится на него. Ну, одна женщина, которая посещает нашу церковь, но не является членом церкви, потому что она к другой церкви приписана. Вла по городу. В это время начался обстрел. И буквально, ну, не то что под ноги, недалеко от нее, ну, упал снаряд. Представьте себе, упал снаряд, и вот так вот крутится, как юла. Но она испугалась, конечно, конечно, сильно. А ей там кричат люди, убегай. Да, она, конечно, убежала. Она осталась цела и невредима. Вопрос, почему? А потому что на ней лежит печать молитвы. И очень важно нам с вами получать печать от молитвы церкви. Не только в наших тайных комнатах, не только в наших про себя, внутри, в сердце, в душе и так далее. На коленях или стоя, или лежа, без разницы. Но очень важно, чтобы печать молитвы церкви ложилась на тебя и на меня. Очень важно, чтобы твое имя было указано на тех молитвах. А когда мы имеем совместное моление, он собирается в церковь, правповедник поднимается, или служитель поднимается на церковную кафедру, какой-то там постамент, и он совершает молитву. И вот в это время та молитва, на которую все мы подтверждаем восклицанием «Аминь», она и является фемиамом, вознащастием всяк небесам. И даже человек, ну, инертный иногда. Некоторые люди приходят в собрания уставшие, озабоченные чем-то, огорченные, но придя в собрание, они постепенно оживают через молитву. И их слабенькая молитва, слабая очень молитва. Помните, как молился тот же мытарь в храме? Как он молился? Что он там говорил? Он что, знал, что ему говорить? Он что, тексты Писания там цитировал? Он бил себя в грудь, говорит, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Но главное, что он пришел в храм, заметьте. Он молился в храме. А еще одна женщина. Одна женщина, мы читаем про нее. Это первая книга царств. Эту женщину звали Анна. У нее не было детей. Что она делала? План ее А был. Она имела претензию к мужу своему. Потом она сильно огорчалась. В этом плане А, в этот план А входили ее пререкания со второй женой, ее такой соперницей. И этот план работал, работал, работал. С него проку никакого. И, наконец-то, она пришла к настоящему плану. Это уже был план для нее Б. На самом деле, это то, как нужно всегда поступать. О чем Христос сказал в истории о той бедной вдове, которая пошла к суде. И по логике, планом А была ее борьба за справедливость. Но она к тому не пошла. Нет, 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 нет. Не думайте лишнего об этой женщине. Что она сделала? Она, имея совершенно отрицательный результат, Христос сравнивает обращение этой женщине к суде с молитвой. Она попросила, ничего нет. Она пошла домой. Как-то обдумала весь момент. И принимая такое простое решение, она пойдет снова к этому человеку. Она пришла, снова нет. Пришла, снова нет. А потом было да. Почему? Настойчивость в молитве в данном случае. Настойчивость в молитве, простейшее такое. А у Анны совсем не было молитвы. Но когда она была в присутствии храмовом, когда она к жертве прикоснулась, когда там молитва, смотрите, храмовая молитва начинает людей вразумлять, что-то с ними происходит, каменные сердца преображаются, и до нее доходят, друзья, для того, чтобы человек решил такую проблему бездетность, понимаете. Она неплодная, понимаете. Неплодная, нет, детишек у нее нет. Для древних людей это страшное было проклятие, буквально проклятие. Они себе места не находили по разным причинам. Одна из причин, что некому будет в старости ей подать кусок хлеба и чашку воды. Тогда она идет в храм. Послушайте, если что-то не происходит и что-то идет не так, нужно идти в храм. Храм, потому что молитва работает в храме. Храм – это место молитвы. Храм – это расширение молитвы. Храм – это старт молитвы. Старт. Молитва, старт, берет свой в храме и движется к небесам, приходит к престолу, благодати, понимаете. И там, как Фемиам воскуряется, и эта женщина пришла тихенько себе, спокойненько и просит у Бога, простого просит. Там был священник, он ей нагрубил. Был не самый лучший первосвященник по тому времени, но молитва ее была услышана, молитва, совершенная в храме. Мы имеем тысячи свидетельств о том, как Бог действует в церкви через молитвы. И совсем недавно я был в одном собрании, и там вышел брат и начал критиковать там церковь, что якобы вот у нас есть обетование Духа Святого, а ничего не происходит, а вот раньше было все хорошо. Ну, он имеет в виду, раньше у апостолов. А сейчас ничего, Бог молчит, знаете. И как-то Дух Божий во мне возмутился внутри. Просто возмутился внутри. По-хорошему возмутился. И Господь ложит мне на сердце, сколько раз Он нас благоставлял через молитву. Сколько раз. Сколько таких конкретных случаев, когда Бог благоставлял наших друзей через молитву. Действительно, вот такая какая-то простейшая молитва. Я помню одного человека, который, он буквально доходил уже, потом он эмигрировал, но он был членом церкви, вы понимаете, сейчас ему больше, чем 90 лет. Вспоминаю другую нашу сестру, которая также болела сильно, у нее был обширный инфаркт, еще какие-то там проблемы, но она всегда приходила в церковь и просила о молитве. Она всегда подходила к служителям церкви и просила, помолитесь обо мне ей больше 80 лет. И она в здравом разуме славит своего Бога. Другая сестра, она привела как-то свою дочку, дочь была бесплодна, она привела ее, неверующую дочь свою, и попросила молиться. И через какое-то время Господь открыл чрево этой женщины. И знаете, она не пришла, конечно, в церковь, не поблагодарила, как те 9 прокаженных, но она получила от Бога. И сколько таких случаев, когда врачи отправляли наших братьев и сестер просто умирать, они говорили, не тратьте на них лекарства. Ну, я не хочу называть имена, это может кого-то смутит, но люди доходили. Их вес был 45 килограмм, они умирали от злокачественных опухолей. Молитва церкви исцелен. Молитва церкви исцелен. Врачи безнадежно ставят диагностику. Бог исцеляет. И таких случаев в массах. Их десятки, их сотни. Я вспоминаю одну сестру, она очень была болезненная. И, видимо, ну, не видимо, по ее свидетельству, ее болезнь, она ее сопровождала с самого рождения. Какая-то патология у нее была. И когда она уже не могла из дому выходить, как говорится, призовут пресвитера в церкви, и я пошел на эту молитву, только я на нее посмотрел, на эту женщину, и там сам себе сделал вывод, ну, неделя-две, самая большая, сколько она проживет. Мы там помолились, конечно же, помолились. Знаете, вот такие случаи, когда мы молимся, нет эмоций. Вот нам хотелось бы, как вот Нейман, что Нейман ожидал от молитвы Елисея? Он ожидал какого-то вдохновения, такого удара, еще чего-то, чтобы где-то, ну, на спине прошел холодок, чтобы появилось ничего. Ничего не появилось. Ничего не произошло. Просто сказанные слова, сказанные слова. И после сказанных слов эта женщина прожила еще семь лет. Я могу таких примеров много очень приводить, когда наши братья и наши сестры приходили в церковь. Мы за них молились, и Бог благословлял, благословлял, Он даровал жизнь. Насколько важно всегда молиться и не унывать. Я понимаю, это банальное напоминание, но если существует напоминание, значит, существует и проблема. Потому что дьявол сегодня бьет нас, он говорит, или он давит на то, послушай, твоя молитва ничего не значит. Я понимаю, что тот человек, он не под вдохновением Духа Святого критиковал церковь, хотя сам в таких условиях остается живой, получает благословение. Чего тебе надо еще? Но человек обманывается дьяволом. Милости Господни вспоминай, считай. Им нет числа, нет числа. И нам важно себя возбуждать этим напоминанием, чтобы наша молитва, она ни в коем случае не подверглась какой-то негативной реформе. Мы вот как люди, мы склонны к упрощению. Меньше молиться, меньше читать, как-то сокращать собрание каждую минуту. Но эта реформа не на пользу нам, особенно отношения молитвы. Непрестанно, непрестанно по поводу, по любому поводу в молитву входи. Проси Господа, а все, в дорогу подходи, проси особенно сильно. Молитва благословения церкви. И я сам пережил много таких свидетельств, действия Божьего, таких примитивных совершенно обстоятельств. Когда я прошу благословения, прихожу в закрытые ворота. Казалось бы, все закрыто. Подъезжаю к блокпосту, а там не перерыв, какая-то была реформа на блокпостах и на Байорксе. Закрыли дорогу, а на Курдюмовку еще не открыли. А у нас завтра нужно было участвовать в каком-то пасторском совещании, на другой день участвовать. Я утром приехал, все закрыто, оказалось, надо успокоиться. Я уже вернулся домой. И вы знаете, но это сила молитвы, это не мое, не мое. И вот меня побуждает, я понимаю, Господь побуждает подняться и одеть одежду и ехать снова на этот закрытый блокпост. Что вы думаете? Курдюмовку открыли. И я через буквально полтора часа был на том месте, куда собирался. Это молитва, это не интеллект, это не интуиция, это сила молитвы, когда Бог говорит нам, Бог говорит нам. И очень много таких случаев, когда Он говорит нам. Поэтому будем хранить наши молитвенные традиции. Вот молитвенные традиции, например, нашей церкви, они включают в себя. Воскресное собрание, это минимум 10 молитв. И собрание молитвенное в пятницу, я говорю о таких молитвах, когда молитву ведет молитвенник, проповедник, служитель, там пастор, дьякон. Он этой молитвой ведет всю церковь на встречу с Господом. И эта молитва, она очень сильная. Молитва церкви имеет величайшую силу, она людей поднимает, а людей воскрешает, людей исцеляет. Самая главная сила молитвы, молитва, она сохраняет нашу веру с вами. Но важно благодарить. И вот в воскресном собрании мы благодарим Бога. Есть несколько таких блоков молитвенных, это поклонение, это хвала, это благодарность Богу. В отдельную череду мы ставим молитвы благословения. Мы благословляем детей, благословляем отдельных членов церкви, благословляем на служение, благословляем на какие-то дела, на какие-то там поездки, какие-то мероприятия. Идет благословение. И, конечно же, молитва о просьбах, молитва о том, чтобы Господь исцелил, поддержал, подкрепил. Все, что есть, какая проблема, мы все это поднимаем в молитве. И так в каждой церкви, я понимаю, в этом суть харизматии. Харизматия – это активная молитва, это побеждающая молитва, достигающая своего молитва в малом и в большом. Когда люди ориентируются только на какие-то великие свершения, они не молятся просто, они просто не молятся. И сильно в этом проигрывают, молимся обо всем. Воды нет – благословляем воду. Что вы думаете? Но, опять же, взгляд на решение этой проблемы. Если я буду молиться о том, чтобы было восстановлено водохранилище старого оскола, чтобы дамбу восстановили, какое-то высокотехнологичное оборудование дорогостоящее завезли, обучили людей, запустили эту воду. Можно так молиться? Вы знаете, вот это все запустится, а воды не будет. Можно молиться в простоте. Вот есть я, Господь, у меня воды нет. Дай мне воды. Так, ну, древние так молились. Какая ошибка была у Израиля в свое время? Какую они допустили оплошность? Они вышли из Египта, чудеса Божьи видели. И первая проблема – воды нет. Что они делают? Что они делают? Они начинают роптать, возмущаться, выступать. Они даже ищут решение проблемы в чем? Нужно вернуться в Египет. Там есть вода. А что нужно было им сделать? Им нужно было просто попросить воды и все. Дайте мне воды, говорит Моисею, там та же женщина. Моисей просто дает ей воду. А Моисей – посредник международным и Господом. Говорит, Господь, дай им воды без психов, без нервных срывов и без истерики. Они Моисея довели до нервного срыва. Он нарушил повеление Божье и вместо слова палкой бил по скале. Но Бог милостивую воду все равно дал. Друзья мои, купол молитвенный, он сотканный из тысяч молитв. Ну, в нашей церкви, по нашей традиции, может, она не такая богатая, эта традиция, я понимаю, есть кого-то больше, может быть, арсенал молитвы. Но в год таких целенаправленных молитв церкви мы совершаем около тысячи, около тысячи тех молитв, которые являются у нас за правила в церкви. То есть мы стараемся держаться этого, чтобы не потерять то, что имеем. Чтобы никакая реформа, которая бы смазала нашу молитву, как бы скоротила ее или урезала чем-то, невозможно ни в коем случае допускать. Это наша с вами сила, это жизнь, это пища наша. Поэтому в наших собраниях неустанно будем молиться. Будем молиться, когда мы вместе. Будем какие-то назначать молитвенные наши там посты отдельные. Но очень важно, чтобы церковь была вместе и церковь молилась. Там уже молитва в тайной комнате, это другая тема. Она также крайне важна. Но ничем не сравнима молитва церкви, которая и составляет этот купол. Мы живем в тревожное время, в опасное время, когда действительно иногда даже не понимаем того, что ходим на волоске от смерти. На волоске буквально. Что спасает? Молитва спасает. Вы помните ангела-губителя, который стоял на пути у пророка Валаама. Вот ослица его начала спасать. Есть какие-то моменты, которые могли бы нас с вами погубить. Но молитва благословения, благословение пророка этого человека в данном случае сохранило. Потому что Бог не желал его смерти. Даже мы, когда ошибаемся, когда мы пререкаемся с ним, когда мы отступаем, все равно действует помазание молитвы. Не оставляйте собраний ваших. Такова рекомендация, установка Господа Иисуса Христа. В этом наша любовь, и в этом Его любовь. Поэтому, друзья мои дорогие, не будем уставать в молитве. Когда мы молимся, Бог нас сохраняет. Когда мы много молимся, Божье Слово еще более распространяется на нас. Когда мы усиливаем нашу молитву, то небесные кладовые открываются с особенным благословением для нас всех. И последняя мысль. Что делает молитва наша? Молитва открывает наш доступ к благословению. А благословение – это жизнь. Поэтому мы благословляем друг друга в молитве и будем непрестанно молиться, за все благодарить. Ибо такова о нас воля Божья, при этом не забывая всегда радоваться. Субтитры создавал DimaTorzok